Максим, мы поздравляем тебя с победой на первенстве России. Как ты себя сейчас чувствуешь после первенства? Чувствую себя хорошо. Даже очень. Сейчас буду тренироваться, готовиться к сборам, к чемпионату Европы. Ты прошел тяжелый турнир. Скажи, ты устал больше морально или физически? Больше, наверное, морально. Потому что волнение было. Вдруг что, проиграю. Физически не так сильно. Скажи, ты провел на турнире, если не ошибаюсь, 4 боя, да? Да. Какой бой был для тебя самым сложным? Самый сложный бой был финальный. Потому что в этом бою мне попался левша. Еще такой достаточно сильный. Я в бою выиграл 2 боя. Третий раунд отдал. Он выиграл его. Скажи, ты со своим соперником по финалу в сборной тренировался вместе? Да, тренировался. То есть вы хорошо знаете друг друга и хорошо, наверное, знаете возможности друг друга? Да. Мы с ним на сборах стояли в парах. И, так сказать, уже до боя знали все свои ошибки. Ну вот вы после финала общались, как бы, что он тебе сказал, что ты ему сказал? То есть он согласился с тем, что он все-таки в этом году слабее, чем ты? Так особо я с ним не общался. Но я думаю, он согласился бы со мной, что выиграл первые 2 раунда я и победу надали из-за этого мне. Хорошо. Тебе тренер сборной что-то говорил, общался с тобой до финала, после финала? Был разговор? Разговор был после финала. Он мне сказал, что у меня есть все. Не хватает только работы на ногах. А поподробнее про ноги это что? Плохо двигаюсь на ногах. Стою в ринге на месте. Тебе тренер сборной дал какое-то домашнее задание? Сказал поставить сейчас ноги. На сборах тоже будем ставить ноги, на ногах все время двигаться. А теперь расскажи, вот что ты сейчас собираешься делать в Севастополе? У тебя времени много-немного? Какие планы у тебя дальнейшие? Ну, где-то 4-го числа я поеду в Москву проходить УМО. И сразу же после УМО, 5-го числа, во Владимирской области, в Гусяхрустальном, будут проводиться сборы. Перенство России позади. Впереди Перенство Европы. Знаешь ли ты о соперниках возможных, которые могут быть на Перенстве Европы? Особо такого ничего не знаю. В прошлом году, по 2001-2002 году. А 2002 года на Перенство Европы было очень мало. Можно сказать, даже почти не было. Поэтому ничего не знаю. Хорошо. Как отнеслись к твоим успехам твои родственники, друзья? Все отнеслись к этому очень радостно. Поздравляли, хвалили. И теперь надеются, что на Перенство Европы я займу какое-то место призовое. Хорошо. Ты прошел два Перенства России в прошлом году и в этом году. Какое из них для тебя было более тяжелым? Более тяжелым было, я скажу, в этом году. Потому что противники были сильнее. Даже очень. Несмотря на то, что ты был все-таки на год старше. Да. То есть ты хочешь сказать, что Перенство России, которое было сейчас в Анапе, оно повыше уровнем было, чем то, которое было в Севастополе? Да. Понятно. А ты, наверное, следил за выступлением наших ребят, остальных севастопольцев, да? Скажи, вот на твой взгляд, чего не хватило там многим? Уверенности. Больше всего уверенности. Так все было хорошо. Спасибо. 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 Спасибо.